Чуть меньше двух недель остается до Дня Победы. 9 мая в Саранске пройдет традиционный митинг на площади Победы. Цветы к вечному огню будут возлагать по всей России и за рубежом. Программа мероприятий изменила форматы за требования безопасности, но утром 9 мая ветераны соберутся вместе, чтобы вспомнить, что этот день не приближали как могли. На нашем канале продолжается информационный марафон рассказа ветеранов о Великой Отечественной войне. В репортаже Алена Маскалёвой. С каждым годом редеет полк живых символов Великой Победы тех, кто днями и ночами освобождал мир от фашизма. Всего до 78-й годовщины Победы в Мордовии дожили 46 ветеранов Великой Отечественной войны. С некоторыми из них мне и моим коллегам удалось пообщаться лично. Из села Старые Найманы больше Березняковского района в 1942 году в один день отправились служить сразу несколько человек. Среди них был и Михаил Беськаев. Его распределили в пулеметчики, но по душе Михаилу Тимофеевичу больше пришлась роль связиста. В 1944 году он устранил до 20 прорывов в телефонной линии, награжден медалью за отвагу и орденом славы третьей степени. 20 апреля 1945 года Михаил Беськаев получил ранение в область левого коленного сустава. Только через два года после долгого лечения он смог вернуться из Европы домой. После немцев только осколки и пепел. Больше нет ничего. Война страшная, очень страшная. Но все же выстояли. Выдержали. Очень на нас перроны. Ох и перроны. То была война. Если я не успел, так он меня. Я его. У меня сейчас правая рука по локти в крови. Следующий герой Федор Головин, уроженец села Майдан Кадошкинского района. Сейчас ветерану 97 лет, а когда забирали на фронт, в 1943 году только исполнилось 18. Со своим батальоном он побывал в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. Победу Федор Яковлевич встречал в Чехословакии. Там же пришлось налаживать связь, когда прорвались немцы. А я по этим ползком, ползком, спасибо, не так далеко. Раз. Я говорю, что зернил? Как болело? Я как согнулся, не помню, как. Ну, страх. И руку с окопом с этим страшить видно. А это Михаил Борискин, уроженец Киржима Натяшевского района. Ныне житель Горяйновки. Тоже служил в войсках связи, но его призвали на год позже предыдущего героя. Михаил Семенович сразу попал в Венгрию. Потом их отправляли в Австрию, Молдавию, но страшнее всего было на Украине. Банеровские формирования продолжали воевать и с солдатами, и с мирными жителями. Послали нас 10 человек в лес, заготовили столбы для телефона, линии. Жили в лесничестве. В лес поедем, с собой автомат берем. В уходные дни, райцентр поедем, кино с автоматами. Ой, на Господь, и оттуда опять в запад, на запад. Там спокойнее жили. То есть на Украине было опасно? Опасно было тогда. Уроженец села Ичалки Дмитрий Ведманов на фронт ушел в 16 лет. Забрали новобранца в город Слободской Кировской области, где располагалась учебная часть. После нее Дмитрия Ивановича определили в 232-й стрелковый полк минометчикам. Когда освобождали Псковскую область, получил контузию. А после госпиталя ушел в разведчики. На счету его взвода 45 украденных языков, в том числе 10 немецких офицеров. Потом была Литва, Восточная Пруссия, Венгрия, Австрия. А День Победы застал Дмитрия Ведманова у берегов Балтики. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Второй степени, медалью за отвагу. Целый день мы, знаешь, краншеях у этих наших изучаем передний край, знаешь, от немецких. Бинокль там у нас все такое, знаешь, от эхистерии труба. Вот смотрели, где сколько бегают их, где они отдыхают, удачи обедают. Вот, и вечером, значит, когда сумерки, мы зайдем к ним, они все разойдутся по этим, по местам. Останется один, там у них часовой. Валентина Киреева из села Собор Мачкаса призвали на год позже Ведманово осенью 44-го. Но перед тем, как оказался на Белорусском фронте, он тоже обучался в городе Слободской на снайпера. Потом участвовал в боях за освобождение Кенигсберга. Своими воспоминаниями о страшной войне ветеран поделился с Людмилой Кусеровой. Немцы замаскированы были там, а внутри тоже. Их выжибать было очень тяжело. Знакомый солдат, как говорится, не знал местность, сиди. А он там сидит. И вот не поспели менять наш брат там. Вот этот страшный эпизод был такой, как объявляют, что погибли, подкрепление подходит. Василий Синицын родом из села Печауры, тоже Чамзинского района. В ноябре 1944-го его и еще несколько десятков новобранцев привезли в Марийские леса на станцию Суслонгер. Здесь в учебной части 160 человек жили в землянках полгода. И 9 мая 1945-го тоже встречали там. А потом пулеметчик Василий Андреевич поехал воевать с Японией. Командир взвода у нас лейтенант Катай был. Вот он спрашивает, вы знаете, куда вы, мальчики, едете? Куда? Да, наверное, на Запад. Он говорит, нет, не на Запад. Едем мы в другую бойню, на Восток, на Японца. Японцы бить там. Примерно с неделю занятий никаких не было. Войск было кругом много. Вечером, когда после ужина песни поют, там и Катюши, и все такое. По всем сопкам там слышно это было, что голоса все время. И у нас то же самое. Огромная почисленность. Квантунская армия японцев за годы Великой Отечественной войны 779 раз нарушила сухопутную границу СССР. Японские самолеты 433 раза вторгались в воздушное пространство Советского Союза. И это только официально зафиксированные факты. Вот в те края на границу и ушел из села Жигалово Темниковского района служить еще один наш земляк, пулеметчик Иван Кудашев. Война кончилась, через две недели пулемет только пришел. А мы пришли так. Ну а там потом были такие охраны, в охране стояли, и походы грузили, и все чего. Солдат есть, солдат куда пошлют, туда идем. Примерно тогда же с подкреплением перед Маньчжурской операцией на Дальний Восток прибыл еще один уроженец Мордовии Петр Фролов. Из Тургенева отличился в боях за город Деньхуа, освобождая его от японских войск и борясь со смертниками Камиказы. Победу Петр Яковлевич встретил в Гиринской провинции. На территории занимались, побежали, война кончилась. А потом в Японию объявили, потом ранила. Умерла. Осколком. Сюда до шею. Вот здесь осколок. Десять лет торчал, сам вышел. Честьдесят лет вышел. Маленький, маленький был. И гость, как выпустили. Части не было уже. Часть терялась. Уккупировали их. Охраняли их. Два года я с ним был. С японцами. Артиллерист противотанковых орудий, связист и шофер Петр Кучаев из Чукал тоже начинал служить в учебной части Суслонгера. Затем в составе Западного фронта прибыл в Японию, где успел провести два боя. А после 1947 года Петр Фомич уехал в Германию. Плауин, Дрезден, Рудольфштадт, Ордруф. До самой демобилизации. За мной закреплено было ЗИС-5 транспортное и Студобекер строевая. То есть в случае чего тревога там и прочее сажают Студобекер и это уже строевая. Ну, прослужили мы там еще 4 года. В 1951 году поехали домой. Следующий наш герой Семен Анашкин живет в Кадошкино. В свои 97 он передвигается с помощью двух клюшек, но показал Павлу Степаненко, как живется артиллеристу. Дом построили по программе «Жилье для ветеранов», но и старенькую избу Семен Андреевич не забросил. В годы войны освобождал Польшу. Однажды возле огневых немецких позиций ему пришлось спасать советскую самоходку. Чтобы она не досталась немцам, вот, мы ее спасли. Вот, прибыли ночью. Завелась, и мы сели на эту машину и пригнали ее. Меня вот как-то ведь спрашивают, сколько вы какие города брали, а мы только леса брали, а не города. Вот. И у них уже падает интерес и ко мне, и вообще к этой, к операции какой-то. Не у всех живущих ныне очевидцев Великой Отечественной войны есть силы встретиться с журналистами, но рассказы живых символов Великой Победы бесценны. Алена Москалева, Павел Степаненко, Наталья Тюрина, Евгений Волков, Людмила Кусьерова, Игорь Гангаев, Андрей Просвиркин и Евгений Фролкин. Программа «В центре внимания».